всем привет сегодня я хочу рассказать о своих фаворитах это будут фавориты за весь осенний период так как я уже как-то говорила видео что если вы хотите то я буду снимать каждый месяц фавориты но никто в принципе не проголосовал за это поэтому я буду снимать фавориты за каждый период времени года вот это будут фавориты у меня за осень всю осень чем я пользовалась что мне нравилось продуктов немного совсем но это именно те продукт которые мне очень нравились которыми я очень довольна и если вам интересно такое видео то оставайтесь со мной и первое что мне нравилось в осенний период это пользоваться спонжиками я как раз именно осенью с ними и познакомилась это обычные спонжики как мочалочки идут они не грубые они довольно таки мягкие но в то же время они хорошо очищают кожу я ими просто очень довольна я не знаю как я раньше без них обходилась но теперь без них не могу и и пользуюсь с удовольствием вторая моя любовь это метиллярная водичка от лореаль я ею пользовалась еще до осени и вот уже купила новую баночку в принципе я знаете что мне в принципе даже сравнивать не с чем было это моя первая была метиллярного вода я ею в принципе была довольна она у нас для того чтобы снимать макияж можно пользоваться и как тоником и как лосьоном в общем как вы захотите так и пользуетесь она очень легкая она не щипет глаза она не раздражает глаза потому что они мне иногда бывают чувствительные общем я не довольна все в принципе они тоже знают потому что сейчас такой прям бум произошел на ютюбе про эту вещь все говорят все ею пользуются я имею ввиду блогеров я тоже присоединяюсь к их нему мнению я этой водичкой довольна так что могу тоже посоветовать и еще моим фаворитом осенью была маска для лица как ни странно у меня обычно фаворитах очень редко бывают какие-то маски и эта маска мне очень понравилась она по консистенции легкая но она очень хорошо увлажняет лицо особенно в такую вот холодную погоду зимой конечно она не подойдет именно на зиму но вот именно на осень весну это хороший продукт довольно такие хорошие за свою стоимость это у меня идет маска для лица увлажняющая от 26 лет чистый экстракт медуницы глубокое увлажнение улучшение цвета лица от чистой линии здесь у нас 50 миллилитров я какой-то период времени ею переставала пользоваться потому что хотела допользовать уже все маски от эйван и вот сейчас начала опять пользоваться но у нас уже на улице как бы зима и чувствуется что она немножко не справляется со своей задачей она увлажняет лицо но этого увлажнения ненадолго хватает а вот именно в осенний период она мне очень хорошо помогала она меня очень выручала хотя еще раз повторюсь у меня жирная кожа и все равно увлажнение нужно особенно в такие вот холодные периоды времени года так что могу посоветовать а девчонки присмотритесь я думаю даже для жирной кожи для комбинированной особенно для нормальной сухой должна подойти вам но именно вот осень весна это такие не сильно холодные еще фаворитами осенью у меня были вот такие вот два крема этот я вам уже показывала от oriflame я им пользуюсь только дома потому что что хочу сказать на улицу холодный период этого увлажнения недостаточно этот крем подошел бы на раннюю осень и позднюю весну когда уже более-менее тепло на улице тогда можно им пользоваться именно на улицу перед выходом на улицу вот этот же крем он подходит для пользования как и дома в домашних условиях как и на работе к примеру если у вас там прохладно где-то что-то либо вы выходите часто на улицу и перед выходом на улицу это совсем для меня незаменимая вещь потому что этот крем хорошо питает руки он хорошо обволакивает их вот это вот пленочкой и получается вы выходите на улицу вы не чувствуете такого прям именно мороза он конечно есть и руки ощутимо как бы они чувствуют этот мороз все но нет такого знаете когда вы заходите потом домой и у вас прям так вот аж корочкой покрываются руки они настолько сухие вот нет такого руки просто мягкие они гладкие ничего с ними такого не происходит они не пересушиваются так что я если найду еще куплю такой крем я очень довольна вот этими вот кремами девчонки присмотритесь именно к этим кремом еще раз повторюсь вот этим кремом я пользуюсь дома потому что на холодный период не хватает этого увлажнения именно перед выходом на улицу но дома это хороший вариант хорошая альтернатива любому крему и вот этим я пользуюсь обычно на работе потому что часто выхожу на улицу и соответственно перед выходом на улицу так что вот вот это вот мои фавориты мои любимчики были осенью еще моим фаворитом был осенью также летом в принципе вот этот вот продукт это масло у нас от горенье фруктис масло эликсир преображение без утяжеления я думаю все знают про это масло оно довольно таки экономично потому что я его приобретала уже давно уже не знаю сколько месяцев прошло и до сих пор у меня здесь вот как вы можете заметить еще довольно таки внушительное количество его осталось я им пользуюсь не каждый день после мытья головы могу на следующий день еще попользоваться мне оно нравится я им довольна это просто вот нужно сказать незаменимая вещь по уходу за волосами как мы все знаем у нас в холодный период осенью зимой начинают трескаться губы шелушиться по страшному поэтому у меня были фавориты из бальзамчиков сейчас покажу какие вот такой вот от невея я очень его люблю пользуюсь тоже уже давно им здесь довольно таки еще тоже много его осталось я пользуюсь и под помаду здесь еще что мне нравится это есть защита spf 15 и сам бальзам у меня называется интенсивная защита от невея я очень им довольна сейчас множество разновидностей есть невея я тоже уже прикупила там несколько попробовать но почему-то вот пока пользуюсь таким наверное чтобы добить уже его потому что все равно под надоедает пользоваться одним и тем же но это был несомненно мой любимчик осенью и на ночью семью я любила пользоваться кармексом я просто была в восторге когда воспользовалась им на ночь я именно на ночь им пользовалась иногда днем дома в общем я им довольно я не ожидала что у него будет такой эффект потому что когда я приобрела только кармекс я пользовалась им перед выходом на улицу на улице пользовалась и пользовалась дома им но на ночь я его не наносила он просто хорошо питал увлажнял мои губы и на ночь и днем я не знаю это просто супер вещь еще у меня были парочку косметических фаворитов за осень я любила очень пользоваться шариками от иван это румяна их не у них вообще была представлена вот эта вот вещь как пудра потом как румяна здесь вот такая вот духовка я думаю все знают и шарик идут такого светло-светло розового оттенка но на лице он смотрится так немножко темновато но неплохо смотрятся и осенью мне очень нравилось ими пользоваться здесь еще шли такие перламутрово светлые шарики я их вытащила отсюда пользовалась ими летом как пудрой но вот такие вот шарики которые потемнее они такие розовые я их оставила и довольно таки неплохо потому что со светлыми шариками получается цвет не такой немножко получался он какой-то был светлый незаметный на лице в общем как-то не очень это смотрелось а вот именно когда оставила чисто розовые шарики очень хорошо передал передаваться стал цвет очень хорошо подчеркивает скулы в общем хорошо видно на лице их они очень такие вот немножко с перламутром цвет насыщенный такой хороший мне очень они понравились и как ни странно осенью я любила пользоваться вот это поле которую я вам как-то показывала в покупках я говорила дани что она не очень хорошая некоторые оттенки не очень хорошо пигментированы я скажу какие оттенки не пигментированы потому что я долгое время этой палеткой попользовалась и у некоторых верхний слой стерся когда я пользовалась и соответственно они стали довольно таки неплохо пигментированы но те которые остались также не пигментированы это вот такой вот белый оттенок и вот этот вот розовый он как бы наносится все но его не видно на глазах еще вот этот вот такой вот сомнительный цвет он получился как бы очень светло-светло серый в общем вот эти вот светлые три оттенка они не те какие остальные все очень хорошо пигментированы вот этим вот хорошо на дневной макияж выделять складку вот этим вот на вечерний но также можно не переборщить и на дневной попробовать в общем они шелковистые по текстуре в общем в принципе бюджетные не супер там не айс но пользоваться ими можно и я же говорю как ни странно я эту палетку после покупки забросила ею не пользовалась но вот именно за осень я довольно таки как вы видите вот есть оттенок на все века который я наношу вот этот я уже затерла до дырки так что в принципе это моя вот такая вот любимая палетка на именно осенний период было еще осенью я очень любила парфюм и это был парфюм от эйвон инкадесанс я его очень люблю это неизменный мой фаворит уже на протяжении двух лет поэтому я не меняю его мне очень нравится пользоваться и именно осенью я уже говорила что этот аромат мне напоминает вот именно когда его наношу на себя у меня ассоциации сразу такие вот когда ты гуляешь по улице падают желтые листья деревьев в общем такое осеннее настроение осенняя погода на улице этот аромат именно мне напоминает такое время года всем спасибо за просмотр моих фаворитов у вас тоже может быть есть какие-то фавориты напишите понравилось вам что-то из того что я показывала либо нет если вы пробовали конечно что то и вообще просто напишите чем вы пользовались в осенний период какие у вас были фавориты мне будет очень интересно почитать может быть что-то возьму себе на заметку спасибо всем за просмотр всем удачи и пока-пока спасибо спасибо спасибо